Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И заставили горожан пересесть на общественный транспорт. Остались без крова и теперь вынуждены ютиться в гостиницах и маневренном фонде. Какова судьба жителей обрушившегося дома по улице Героя Самочкина? Хотел уладить бытовой вопрос, а получил скандал. Житель Лукояновского района снял на телефон общение с главой райадминистрации. Неужели так общаются региональные чиновники? Или это предвыборная утка? Работодатели должны нижегородцам 66 миллионов рублей. В каких отраслях наблюдаются самые большие невыплаты? А также сотни куличей маленьких и один гигантский. Как готовятся к Пасхе нижегородские хлебозаводы? Об этих и других событиях среды расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, в среду большинство нижегородцев не смогли дождаться такси. 80% водителей, которые работают с самыми известными диспетчерскими службами города, не вышли на работу. Об этом сообщили активисты профсоюза такси НН. Бойкот водители устроили потому, что не согласны с ценами. По их мнению, стоимость проезда в такси сейчас слишком маленькая. Нехватку машин такси в этот день в первую очередь ощутили рядовые нижегородцы. Того количества автомобилей, водители которых все же вышли на работу, не хватило. И в час пик на остановках людей стало еще больше. Многие признались, что просто не дождались, когда на их заказ назначат машину. Я полчаса просидел на работе, специально вызвал такси, чтобы не опоздать на встречу, но в итоге позвонил уже сам в такси. Мне сказали, что машина не назначена до сих пор, поэтому вот опаздываю. Ну, такси я пользуюсь очень редко. Правда, звоню в недорогие службы, есть все-таки недорогие номера. Но, правда, сегодня такси до меня так не доехало, так что моя маршрутка, я поехал в посетку. Добавлю, что бойкот таксисты пообещали продлить до 6 часов утра четверга. Ну, а накануне несколько сотен водителей такси уже поздно вечером приехали на общее собрание. В тот момент они еще не знали, что утром массово не выйдут на работу. Они только собирались предпринять какие-либо меры. Требование перевозчиков было одно – повысить плату за проезд. Доводы таксистов выслушала Евгения Иванова. Что как бы жить на эти деньги уже становится невозможно. И машины обслуживать невозможно, семьи содержать тоже невозможно. Терпеть уже тоже невозможно. Нижегородские таксисты больше не хотят работать по тарифам, которые им диктуют диспетчерские службы. По словам водителей, накануне компании, которые оказывают диспетчерские услуги, снизили тарифы до 14 рублей за километр. Работать приходится по 16 часов в сутки и чаще всего в ноль, а то и в минус. Особенно у кого-то арендованные машины, можно сказать, пацаны живут в них. Только аренду отдать и себе только на хлеб остается. И все. По предварительным подсчетам самих таксистов сумма годовых расходов извозчика составляет порядка 471 тысячи рублей. Сюда входит аренда авто, если нет своей машины. Это минимум тысячи рублей за сутки. Также затраты на мойку, обслуживание в автосервисе, деньги на бензин. Плюс процент по среднику диспетчерской фирме до 20% с полученной суммы от клиента. Итого водитель тратит почти 588 тысяч рублей в год, а имеет около 25 рублей с каждой поездки. Таксисты заявили, чтобы работать хотя бы не в ноль, стоимость одного километра должна составлять минимум 23,5 рубля. Пассажирам может показаться, что сегодняшний тариф им только на руку. Правда, работать за такие деньги в дальнейшем могут согласиться далеко не лучшие водители. Говорит начальство любого такси, в принципе, то есть незаменимых людей не бывает, соответственно. То есть вы уйдете, придет другой человек, соответственно, придет другой человек. Но опять же, для него потолок в 15 тысяч, это будет просто полное счастье. Но опять же, придет человек на великой машине, то есть, соответственно, на той, у которой нет ТО, безопасности, то есть у него нет стажа в вождении и тому подобное. Соответственно, контингент людей рано или поздно будет меняться. Надежда Зверева работает в такси 15 лет. Женщина признается, что сейчас сидеть на месте шофера не просто невыгодно. Страшно. Это ездят все, кому не лень. Потому что, когда раньше было такси, ездили люди, ну, более-менее обеспеченные. А сейчас можно уехать за 50 рублей. И сами понимаете, что полно нападений, наркоманов, пьяниц, анкашей и все такое прочее. Слова Нижегородки подтверждают трагичный случай в Дзержинске. В феврале 2012-го там зверски убили таксистку Ольгу Деревянных. Женщине нанесли несколько ножевых ранений. Пальцы отрезали вместе с золотыми кольцами. А потом Ольгу подожгли в собственном автомобиле. Подозреваемых поймали по горячим следам. Ими оказались двое братьев. По крайней мере, на один вечер нижегородские таксисты добились того, чтобы их значимость была ощутимой. Заказать машину в этот момент было практически нереально. Такси, здравствуйте. Время ожидания машины минут 40. Ожидать будете? Раньше, сегодня никак, к сожалению. Тогда нет, извините. Спасибо. И в этот раз таксисты собрались в одном месте только на час. Нетрудно представить, что будет, если они в принципе откажутся выйти на работу. В этот раз таксисты хотели переговорить с руководством диспетчерских компаний. Вот только на встречу с водителями те не пришли. К слову, на разговор с журналистами они также не идут. Единственный выход, который видят извозчики – продолжать выражать свое несогласие. Это будет длиться в течение полутора-двух месяцев. Не будем мы кататься по 12-13 рублей при себестоимости 20 рублей за километр. Евгений Иванов и Александр Батраков. Служба новостей. Город. К другим темам к нам в редакцию обратился молодой специалист из Нижегородской области. Он прислал видеозапись своего разговора с главой Лукояновского района. На встрече автор видео пытается узнать, когда на его улице наведут порядок. Выровняют дорогу, устроят уличное освещение. Но спокойным разговор не получился. Разговор в администрации района был недолгим. К главе Игорь Афонин обратился с вопросом, когда территорию возле его дома приведут в порядок. Новое жилье и машину Игорь Афонин получил в 2011 году по программе поддержки молодых специалистов. Взамен за такие преимущества молодой человек должен был проработать 10 лет в местном ФОКе. Вернувшись из армии, Игорь начал готовиться к переезду в новый дом. Но оказалось, что территория возле дома не благоустроена должным образом. Они выполнили свои условия, то есть выгусулили территорию, включили свет, поставили заборы и выровняли территорию перед домом. Потом ходил к главе городской администрации. Они сказали, что они не могут включить свет, потому что район администрации не может передать документы. В район администрации я узнаю, что документы еще не готовы. За три года. Также, по словам автора видео, проблемы возникли и в самом доме, в стенах пошли трещины. Возникшую ситуацию нам прокомментировал глава администрации Лукояновского района. По его словам, ремонтом дома должен заниматься подрядчик, а благоустройством прилегающей территории городская администрация. Разговор, заснятый на мобильную камеру, глава администрации расценивает как политический ход. В этом году в районе будут избирать новых глав администрации. Это политические оппоненты, которые пытаются там на этом раскачать. Когда он заходил в этот дом, у него претензий не было. Вот сейчас прошло два с половиной года, он предъявляет претензии. Рельсов оказалось мало трамваю в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Что там произошло, а также о других происшествиях в городе, сейчас расскажет Оксана Васильева. Трамвай сошел с рельс в Сормовском районе. Вагон электротранспорта слетел прямо на проезжую часть. Авария произошла на глазах многочисленных очевидцев. Состоящий из двух вагонов трамвай совершал поворот налево. Первый вагон маневр выдержал, а вот второй слетел с рельс и его вынесло на дорогу. Многотонная конструкция протаранила припаркованные автомобили. В салоне общественного транспорта находились пассажиры. К счастью, серьезных травм никто не получил. Сейчас специалисты выясняют подробности этого происшествия. Также на месте происшествия работают сотрудники Нижегород-электротранса. Им предстоит поставить слетевший вагон на колеса. Сотрудники полиции обращаются к нижегородцам за помощью. Накануне оперативниками Балахны был задержан житель Хабаровского края, который совершил разбойное нападение на офис компании по микрофинансированию. Злоумышленник был задержан по горячим следам. И уже в отделе полиции выяснилось, что задержанный причастен еще к нескольким преступлениям на территории области. В результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность задержанного к совершению еще шести преступлений, совершенных в Балахне и Нижнем Новгороде. Если вы можете помочь в раскрытии других преступлений, связанных с задержанным, звоните по телефону 221-0660 или по каналу связи 02. Десять эпизодов действий сексуального характера в отношении ребенка, насилия в отношении представителя власти и вовлечения несовершеннолетнего в преступления. В Нижегородском областном суде вынесли приговор жителю Московской области. Обвинение злоумышленнику было предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, среди которых отдельные части 132-й статьи «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и четвертая часть 150-й статьи «Вовлечение несовершеннолетнего в преступление». По материалам стороны обвинения, осенью прошлого года мужчина, приезжая в Нижний Новгород, приглашал 9-летнюю дочь своей бывшей сожительницы на съемную квартиру, где совершал насильственное действие сексуального характера. В преступление он вовлек 13-летнюю подругу девочки. О случившемся стало известно лишь через год. Девочки рассказали все педагогам. Проходя медэкспертизу на вменяемость, злоумышленник избил представителя власти. Суд признал 48-летнего мужчину виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Это была Оксана Васильева с обзором криминальных событий региона. Далее у нас реклама и вот о чем пойдет речь после нее. Остались без крова и теперь вынуждены ютиться в гостиницах и маневренном фонде. Какова судьба жителей обрушившегося дома по улице Героя Самочкина? Работодатели должны нижегородцам 66 миллионов рублей. В каких отраслях наблюдаются самые большие невыплаты? А также сотни куличей маленьких и один гигантский. Как готовятся к Пасхе нижегородские хлебозаводы? Я напоминаю, вы смотрите службу новостей город. Жители обрушившегося дома на улице Героя Самочкина временно поселили в гостиницах и помещениях маневренного фонда. Ну а сразу после ЧП пострадавшие до глубокой ночи находились в актовом зале администрации Ленинского района, где с ними встретился городоначальник Олег Кондрашов. Какова дальнейшая судьба жителей излополучного дома, выясняла наша съемочная группа. Любимый диван, ковер, картина. Все это еще вчера было, а теперь в завалах. Жильцам обрушившегося дома сегодня приходится смотреть со стороны на то, что осталось от их имущества. Комната, которая обрушила, вот мои вещи валяются. Спят на литрожа. Это диван. Это мои вещи. Это ваш диван, да? С девушками. После обрушения дома жильцов разместили в актовом зале администрации Ленинского района. До глубокой ночи составлялись списки людей и подбирались места для временного проживания. Две семьи еще заберите, по три человека. Квартира 40А и 106. Вечером к пострадавшим приехал городоначальник Олег Кондрашов. Дом только два года назад был передан на баланс города. До этого принадлежал заводу и был в запущенном состоянии. Мы же вам стучали, просили, кричали, звали на помощь. Два года назад трещина одинаковая. Трещина одинаковая. Трещина одинаковая. Трещина одинаковая. Там везде оказались. Женщина опять же с нашего этажа. Пошла в туалет в утром. Видела, что там согнулись. Что-то не тут. Напомню, часть дома 32 по улице Героя Самочкина рухнула днем во вторник. Никого из жильцов в квартирах не было. Все они по счастливой случайности вышли на собрание во двор, чтобы как раз обсудить трещину во всю стену. Долька зашла домой с документами и в этот момент она рушит. И все. Обвалилась часть дома, где находились ванные комнаты. Одной из версий жильцы считают прорыв коммуникации с водой. После эвакуированы были жильцы всех подъездов. После составления списков проживающих стало понятно, что в доме зарегистрированы 180 человек. Среди них 57 детей. 95 человек были размещены в гостиницах. 83 человека от временного жилья отказались и уехали к родственникам. Сейчас территория вокруг дома огоржена забором. Чтобы внутрь никто не мог пройти, на месте работают полицейские. Жителям не пострадавшей части дома разрешили зайти внутрь за своими документами и необходимыми вещами в сопровождении сотрудников МЧС. Сейчас видно, что по дому дальше пошли трещины и не исключены дальнейшие обрушения. В следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам преступления, выполнения работы и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Данный дом действительно был передан в муниципальную собственность по решению суда в декабре 2012 года. Ранее этот дом был общежитием завода Краснетна. То, что дом передан по суду, говорит о многом. То, что он был уже в неудовлетворительном техническом состоянии по решению суда, муниципалитет вынужден был принять дом на баланс. Однако аварийным дом тогда признан не был. Специалисты по-прежнему выясняют причину обрушения. После чего будет понятно, восстанавливать дом или сносить. Во втором случае людям обещают предоставить жилье в соответствии с действующим законодательством. Оксана Васильева, Алексей Соколов, Служба новостей город. Нижний Новгород будет больше зарабатывать и тратить. Об этом и не только расскажет Юлия Карабасова в рубрике «Короткой строкой». Бюджет города увеличится почти на 148 миллионов рублей. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода единогласно проголосовали за это изменение. Дополнительные средства появятся в казне от сдачи в аренду городского имущества и от оказания платных услуг. Расходная часть увеличится на такую же сумму. Эти деньги планируется направить на приобретение оборудования для школ и детских садов, оплату путевых в детские лагеря, открытие дополнительных групп в начальных школах и другие социально значимые мероприятия. Нижегородская область занимает второе место по задолженности по зарплате в Приволжском федеральном округе. По данным Росстату общий долг составляет 66 миллионов 400 тысяч рублей. Опережает нас только Татарстан, их показатель больше 122 миллионов. Большая часть долга накоплена предприятиями, обрабатывающей промышленности. Во всех случаях долг сформировался из-за отсутствия собственных средств. Платная парковка появится на площади Горького до конца этого года. Она должна будет частично решить проблему с нехваткой стояночных мест в центре города. Решение о строительстве надземной парковки между зданиями НБД Банка и Главного управления МВД уже одобрено инвестсоветом. Также многоуровневая парковка появится в Почаинском овраге. К пожароопасному периоду готовы в Нижегородской области появилось 30 новых машин для тушения огня. Как отмечают метеорологи, это лето будет жарким, поэтому власти региона обсуждают нюансы пожарной охраны. Сейчас же тревожная ситуация остается в Иксе. Там 11 апреля произошел первый лесной пожар в этом году. И это были все новости короткой строкой за среду 16 апреля. На этой неделе заканчивается Великий пост. В воскресенье будем отмечать Пасху. Традиционно неотъемлемым атрибутом праздничного стола станет кулич. И как раз сейчас все нижегородские хлебозаводы активно их пекут, чтобы порадовать горожан. На одном из предприятий побывала наш корреспондент Юлия Рябова. Она своими глазами увидела, как готовятся пасхальные куличи и готова рассказать вам. Неделя перед Пасхой на хлебозаводе пора напряженная, почти как у Деда Мороза перед Новым годом. За несколько дней нужно приготовить столько куличей, чтобы накормить ими не только жителей Нижнего Новгорода, но и области. И это при том, что хлеба в эти дни нижегородцы меньше не едят. Маленькие 100-граммовые или побольше весом до 800 граммов. Есть куличи из творожного теста. Работа ответственная. К началу выпечки куличей готовятся заранее. Даже изюм перебирают вручную по одной штуке. Получается как дома. Согласно рецептуре, срок хранения куличей 7 дней. Но держать его нужно в упаковке и при температуре не ниже плюс 6 градусов. В этом году на хлебокомбинате планируют испечь больше 300 тысяч куличей. Это около 50 тысяч штук в день. На приготовление одного кулича уходит минимум 3 часа. Сначала замешивают тесто, потом заливают его в формы. После этого в специальной камере оно должно, что называется, подойти. И уже затем кулич отправляют в печь. Когда основа готова, кулич можно украшать. Если пока все силы брошены на производство вот таких небольших куличей, то уже к выходным здесь займутся большой работой. Испекут кулич, который будет в 2000 раз больше этого. Кулич весом 220 килограммов испекут специально к празднованию Пасхи в Сормовском парке. Готовить его начнут в субботу. Для этого используют 100 килограммов муки, 300 яиц, 40 килограммов меда, 50 килограммов маргарина, 40 килограммов сахарной помадки и 30 килограммов изюма. Попробовать его смогут все. Кулич разрежут на две с лишним тысячи кусочков. Сегодня все куличи работников фабрики осветили. Это значит, что теперь продукцию дополнительно в храм нести не нужно. Давняя традиция, древняя. Верующие люди освящали, приносили это к Богу. И празднули великий праздник Пасхи Господней. В церковной традиции кулич – подобие большого хлеба, на котором изображен крест с терновым венком. Это символ воскресения Христа. Во время празднования Пасхи его проносят вокруг храма, а затем раздают верующим. Кстати, немногие знают, как правильно подавать кулич. Режут его так, чтобы получились круги. А шапку нужно оставлять до тех пор, пока не съедят весь кулич. Ей, как правило, прикрывают надрезанную часть. Юлия Рябова, Александр Батраков, Служба новостей Город. Сейчас пришло время новостей интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Нижегородец Евгений Шилов делится в сети серией фотографий по следам кинофильма «Жмурки». Кинокартина Алексея Балабанова снималась в Нижнем Новгороде почти 10 лет назад. И вот фотографов отыскал уголки города, которые попали в кадр фильма. Это улица Ильинская, Рождественская, набережная Федоровского, стадион «Водник» и «Зеленский съезд». Стоп-кадры из криминальной комедии автор фото наложил на современный вид города. Утренний подарок для водителей подготовил некий автовладелец. Свою машину он припарковал на улице Ковалихинской прямо посреди проезжей части, причем в нескольких метрах от предусмотренной стоянки. Автор фото собирается проучить нерадивого водителя многочисленными репостами с госномером авто. А вот другие автовладельцы используют свои машины с пользой. Например, Нижегородец признается в своих чувствах к любимой и благодарит за дочку. А вот Автоледи используют свою машину, чтобы найти своего короля. В объявлении на заднем стекле Нижегородка сообщает о своих положительных качествах, правда, больше материальных. Продолжая дорожную тему, подборка фотографий новых дорожных ям появилась в сети. В объектив попали улицы Горького, Ульянова, Варварская и Нестерова. На фотографиях заметно, что водители старательно объезжают последствия зимы. Фортепиано, скрипка, гитара и барабаны. На классическую музыку взглянули по-новому. В Нижнем Новгороде прошел фестиваль японской неоклассики. Посетители остались в восторге от концерта японских музыкантов. Как пишут в сети, зрители почувствовали не только мелодичность композиций, а еще и гармонию среди участников коллектива. Не осталось без внимания и природное явление. После вчерашнего дождя нижегородцы заметили на небе радугу. В верхней части города из окна многоэтажек был виден яркий полукруг. Ваш фото и видеоотчет тоже может дополнить наш эфир, но для этого, выкладывая его в сеть, не забудьте поставить хэштег «НН1Городской». Ну а сейчас о хороших новостях из жизни нижегородцев узнаем из первых уст. Вот чему радуются сейчас горожане. Очень у меня хорошее произошло, это то, что я зубы вставила. У меня родилась внучка, назвали Алисой. Будем надеяться, что будет жить в стране чудес. У нас родились химячки-джингарики. Везде красивый бейзаж. Очень интересно. Получил права водительские. Купили парник. Это тоже радость для нас. Наконец-то переехал в Нижний Новгород, стал обладателем квартиры, работаю в хорошем месте, так что в жизни все хорошо. Да, мы поучаствовали в тотальном диктанте. Ну, я написала на пятерку. Исполнилось 88 лет. Похоже. Уже третий день в Нижнем Новгороде держится пасмурная погода. Согреет ли нас солнце завтра, в четверг, расскажет Анастасия Клепнева. По народному календарю 17 апреля, день Иосифа Песнопевца и Смотрины Ольховы. В старину считали, что весна приходит с прилетом журавлей. И говорили, первая ласточка не весна, весна приходит с прилетом журавлей. В этот день шли смотреть, как цветет ольха. Если на ольхе много сережек, это к хорошему урожаю овса. Также примечали, если береза распускается раньше, чем ольха, то тогда будет засушливое летом. А если наоборот, то дождливое. Ну, а по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде будет плюс 9 градусов, малооблачно. Ночью похолодает до плюс 4. И пока это все о городских новостях. Я напомню, что все материалы этого выпуска вы сможете еще раз посмотреть на сайте Первого городского телеканала. Его адрес сейчас на ваших экранах. Но если вам есть чем дополнить наши выпуски, обязательно звоните к нам в редакцию по номеру 217-0171. Ну, а информационный блок на этом не заканчивается. Далее новости бытовые. И моя коллега Елена Демидова в рубрике «Страна советов» подготовила полезные советы для тех, кто перед жарким сезоном планирует поменять старые окна на новые пластиковые. Какой профиль окна лучше выбрать? Стоит ли самому проводить замеры? И нужна ли ваша помощь во время монтажа нового оконного блока? Окна – это зеркало дома. Важно, чтобы они были не только красивыми, но и функциональными. Зимой давали тепло, а летом – прохладу и защиту от комаров. В этой рубрике даем пошаговую инструкцию по замене старых окон. Здесь оконные блоки начинают свою жизнь. Около 10 лет производство прорубает окна в домах нижегородцев по всей области. Наталья Вячеславовна, какой первый шаг нужно сделать человеку, который наконец-то решился выкинуть свои старые окна? Первым шагом – это нужно определиться в выборе профиля. Мы работаем с немецким профилем Rehau. В этой сфере я работаю уже достаточно давно, поэтому с полной ответственностью могу порекомендовать этот профиль, так как он нас еще не подводил. Есть несколько вариантов. Одни из самых актуальных в наше время – это профиль Rehau Sip и Rehau Blitz. Сип он идет шире, и стеночки здесь толще, то есть это более теплый сибирский вариант. Blitz я бы порекомендовала устанавливать в нежилые помещения. Еще один популярный, правда не дешевый вариант – профиль Rehau Gineo. Он отличается рекордной прочностью. Материал, из которого сделан профиль, применяется даже в конструкциях болидов Формулы-1. Основные преимущества Gineo – высокое энергосбережение и разные дизайнерские решения. Шаг второй. Производим замер проемов. Здесь, внимание, должно быть каждой мелочи. Избежать неприятных сюрпризов поможет квалифицированный специалист. Николай, были ли в вашей практике случаи, когда окно не подходило по размеру? Ну, как бы в моей практике такого еще не было, но слышал такие нюансы, то, что бывало – не подходили окна по размеру. Когда заказчик самостоятельно замеряет оконный проем, и в итоге получается то, что окно не подходит по размерам. Чтобы научиться правильно измерять окна, нужно сначала пройти курс монтажника, чтобы изнутри понять, что, зачем и почему происходит. И только после этого можно правильно научиться измерять оконный проем. Когда с размерами и замерами определились, переходим к следующему шагу – расчету стоимости и заключению договора. В договоре должны быть указаны сроки поставки, гарантийные обязательства, комплектация и прочие индивидуальные характеристики. Как правило, срок изготовления конструкции составляет 7 рабочих дней. Последний шаг – демонтаж старого и монтаж нового окна. При демонтаже старого окна появляется очень много пыли, очень много грязи. Для сохранения мебели и ценных вещей нужно закрывать полностью все пленочками. Для сохранения напольного покрытия лучше покрывать какими-то кордоночками, линолеумом стареньким. Отодвинуть мебель подальше, чтобы беспрепятственно ребята могли работать с окном и оконным проемом. У жителей Бора Валерия Назарова пластиковые окна функционируют уже больше года. И пока семью Назаровых они не подводили. С этими окнами гораздо комфортнее. То есть теплее. Зимой я почувствовал сразу, что температура в комнатах поднялась на 3-4 градуса. Шумоизоляция прекрасная. То есть тише стало в комнате. В общем-то я доволен окнами. Совсем скоро наступит лето. Позаботьтесь о том, чтобы в жаркий период в вашем доме было комфортно. От духоты, насекомых и лишнего шума могут спасти новые окна. И надежная компания, такая как Росмонтаж НН. В своей работе компания использует новейшие технологии, качественный профиль, а именно немецкий рехаул и фурнитуру. Росмонтаж НН имеет собственное производство и предлагает все виды услуг. Начиная от выбора дизайна, заканчивая монтажом и инструктажом по эксплуатации. Компания предоставляет рассрочку и дает пятилетнюю гарантию на свою продукцию. Росмонтаж НН предлагает энергосберегающие пакеты по цене обычного, а до 20 мая можно поучаствовать в акции. Закажи пластиковые окна в компании Росмонтаж НН и получи москитную сетку и ламинацию с одной стороны в подарок. Росмонтаж НН. Работа под ключ. Телефон 413-49-71. Адреса Нижний Новгород, улица Коминтерна, дом 117, Бор, улица Советская, дом 7, дробь 3, офис номер 31, Заболжье, улица Баумана, дом 14, офис номер 5. Семнадцатого апреля в Нижнем Новгороде. Днем плюс 9, малооблачно, ночью плюс 4. Восемнадцатого апреля днем плюс 14, погода ясная, ночью плюс 7. Девятнадцатого апреля в Нижнем Новгороде днем плюс 15, малооблачно, ночью плюс 9, погода ясная.